Приветствую вас, дорогая церковь! С Божьей помощью, это последний раз, когда мы с вами в этом сезоне встречаемся в онлайн-режиме. Я думаю, что Господь усмотрел. На самом деле, уже с этой субботы можно встречаться до 50 человек в собраниях. Но дело в том, что из-за экстремальной жары, поскольку мы с вами встречаемся, ну или должны встречаться в дневное время, мы решили все-таки повременить с этим. И сегодня мы с вами встречаемся здесь, в прямом эфире, в пятницу вечером. В преддверии субботы, когда мы входим в Божий покой, мы вкушаем сегодня Слово Божие. И будем продолжать с вами знакомиться со Словом Божьим сегодня, пока в прямом эфире. И следующая пятница у нас, вы знаете, это Шавот. И мы с вами встретимся в Шавот, на следующий день после Шавота, то есть в субботу. Это будет такой двойной праздник. У нас сначала будет Шавот. Это для тех, кто живет в Нев Израиле и не знает, что такое Шавот. Это день пятидесятницы, день дарования Торы и день схождения Святого Духа, то есть день образования Первой Церкви. А сразу на следующий день, в субботу, мы с вами будем встречаться на пикнике, как мы и планировали, что мы отметим выход из этого карантина, из этой самоизоляции на пикнике. И, конечно же, мы ждем вас и ваших друзей, всех на этой неделе мы с вами организуем это, и мы проведем прекрасно время, которое посвятим Господу, послужим вместе, прославим вместе Господа и покушаем. Ну, так принято в еврейской традиции, всегда покушать по любому поводу. Поэтому мы ждем каждого из вас, мы ждем ваших друзей, знакомых, родственников на нашем пикнике, который состоится на следующий день после Шавота, то есть 20, по-моему, там, получается, 9 или 30 мая. Ну, короче говоря, в следующую субботу. И, вы знаете, как бы с июня месяца мы начнем с вами собираться вместе в собрании. И пока мы знаем, что мы продолжаем молиться за то, что помещение наше все-таки было высушено для нас каким-то сверхъестественным путем именно в пятницу вечером, а не в субботу утром, чтобы мы в субботу могли действительно посвятить полностью служению нашим семьям, нашим домам. И я думаю, что Господь усмотрит, и мы все-таки найдем такое помещение. А может быть, мы отпразднуем годовщину нашей церкви в этом году и пока еще в этом помещении. Ну, посмотрим. Все, так сказать, в руках Божьих. И, вы знаете, многое, что поменялось за это время, многое, что происходило за это время. Очень много вещей, которые были нам непонятны. Многие, для многих они были, я думаю, непонятны. И, вы знаете, я молился об этом, что случилось, почему так произошло, почему вот такая ситуация возникла с коронавирусом. Мне было непонятно, потому что, вы знаете, ни один пастор, я думаю, никогда не вел церковь во времена самоизоляции. И мы все практически впервые вели церкви онлайн, мы вели домашние группы онлайн. Для нас, для всех это был новый опыт. И действительно было очень много чего непонятно и неясно во всем этом. И я хочу просто с вами поделиться сегодня теми откровениями, которые Господь вложил в мое сердце. В первую очередь это касается, наверное, того, что я говорил о домашней группе, потому что я очень много об этом думал, я продолжал об этом размышлять. И я призываю вас готовиться к новым сезонам в нашей жизни, потому что вот сейчас появляется новый сезон явления славы Божьей. И Бог просто, ну, подтвердил сегодня это откровение через слова другого брата во Христе. Я хочу с ними этими словами поделиться. То есть давайте вспомним с вами, о чем мы говорили на домашней группе. Мы говорили о том, что Бог будет его освобождать сейчас сверхъестественно новые ресурсы. И они будут сверхъестественно большие. То есть они будут настолько большими, что, я думаю, нам будет некоторым даже страшно, что мы получили такие большие ресурсы в свое распоряжение. Это может быть время, это может быть какие-то физические вещи, товары, может быть какие-то, я не знаю, может быть служения новые, может быть деньги. По-разному может быть. И Он поставит каждого из нас над этими ресурсами, как поставил Иосифа над ресурсами над всем богатством Египта. И Он будет наполнять нас своими пророческими и ободряющими словами, чтобы мы действительно это высвобождали в жизни других людей, чтобы мы постигали Его и Его могущество через вот эти вот откровения и являлись своими действиями. То есть тем, как мы будем проявлять это все свидетельство Божьей славы. Как было с Иосифом, когда, мы читаем в Писании, многократно было написано, и Бог был с Иосифом. И вот откуда они это все знали? Потому что они видели эту славу Божию, такого не было ни с кем. То есть они понимали, что Господь был с Иосифом. И это будет происходить в нашей жизни. Это будет происходить в ближайшее время. Это новый сезон, когда Господь просто начнет проверять нас на то самое богатство, которое... Знаете, вот в Писании написано, что тот, кто верен в малом, тому будет доверено большое, а кто не верен в малом, тот и в большом не верен будет. И если мы в чужом малом неверны, то кто нас дам большое истинное? И вот как раз сейчас Господь начнет проверять нас на то, насколько мы действительно верны. И я хочу об этом говорить сегодня, что Бог не проверяет наши способности. Он их и так знает. Он создал нас по образу своему подобию. Он знает, на что мы способны. Он проверяет нашу веру, потому что веру взращиваем и укрепляем мы сами. И это сезоны, когда будет проверяться наша вера. И вы знаете, вчера у меня было такое отличное время провести с Господом в молитве. Я молился, и действительно, я спрашиваю, я сказал Богу, как папе своему, такие неудобные вопросы. Для меня действительно было очень много неясно. Вы знаете, что я как бы пастор недавно, и у меня было много вопросов о том, правильно ли я все делаю, может быть, я что-то неправильно делаю, может быть, я где-то нагрешил, может быть, я свернул с путей. Знаете, вот есть такой период сомнения, когда человек может быть, я не сомневаюсь в Боге, конечно, но я сомневаюсь в себе, я сомневаюсь, не сошел ли я с путей. Хотя у меня есть наставник, который следит за мной, к которому я обращаюсь постоянно, которого я советую, я принимаю его советы. Но, тем не менее, хочется, конечно, получить какие-то более, так сказать, прямые ответы от Господа, правильно ли я поступаю. И вот я такое непонимание испытывал во всем этом, то есть дальше что, правильно, неправильно, куда идти, зачем идти, как идти. И вот что я получил. Я записал это откровение, поэтому я позволю себе прочитать вам его, чтобы ничего не забыть, потому что очень важные слова. И Господь мне вот что сказал. Он сказал, вспомни Иерусалим. Он был городом великого царя Давида, городом, ориентиром и местом поклонения великому Богу богов. Но народ Израиля согрешил передо мной, говорит Господь, и я превратил Иерусалим в самое запустелое и уязвимое место на планете. Разрушил его стены и жителей отдал в плен язычников. И то же самое, он говорит, ты же был не самым праведным, мне говорят теперь, ты же был не самым праведным и не всегда ходил моими путями. И так же, как и вся моя церковь, он говорит, она была не всегда праведной. Он говорит, что ты был частью, являешься частью этой церкви. Но я пообещал, что при раскаянии будет отменено наказание, и простятся грехи, и забудутся, и будет новая благодать. Дальше я спросил, ну хорошо, моя церковь согрешила, ну то есть так, которую ты мне доверил, или вся Вселенская Церковь согрешила. И он мне сказал, согрешила вся Вселенская Церковь. И он говорит, что при раскаянии будет прощено и будет забыто. И вы знаете, Господь принял раскаяние церкви. И так он мне проговорил, он сказал, что, я продолжу просто читать сейчас, но он сказал мне, что это раскаяние было принято, что действительно церковь покаялась в своих грехах. Она показала, вернее, это было не такое громкое раскаяние, Господь, мы раскаемся. Нет, но своим поведением, вот в эти критические дни, когда все было в самоизоляции, церковь показала ему свою верность. И было отменено наказание, хотя большое количество больших церквей до сих пор не открыты. Мы знаем, что собираться может только до 50 человек. И вот дальше все то, что говорит мне Господь. Я никогда не отрекусь от своего завета с Авраамом и Давидом, так как это клятва именем моим, говорит Господь. Я выполню свое обещание к церкви и к тебе, как выполнил к Иерусалиму. Я почувствовал, вот в этот момент, я даже записал себе, ну, как бы, мы не любим это слово мурашки, да, но у меня реально такое было состояние, даже не мурашки и не холод, потому что среднее между этим. Я понял, что здесь сейчас находится Дух Святой, и Он мне говорит это. И дальше Он говорит мне следующее. Ты часть церкви. Церковь – это тело. В теле, если есть болезнь, страдает все тело. И те его части, которые абсолютно здоровы, тоже страдают. Так же было и в Иерусалиме. Жители были и праведные тоже, их было много, но пострадали многие за злодеяние многих. Он говорит, я верен, я верен в Слове Своем. Не вини себя за наказание, говорит Господь. Его почувствовали все. Все, кто верен мне, испытали на себе эту тяжесть наказания. Но вы все воспрянете больше других. И дальше Он показывает мне Исаию, и это я тоже буду сейчас зачитывать. Исаия, 54 глава, 7-18 стих. Чтобы вы открыли сейчас Библию, не прочли вместе со мной. Я просто проведу вас по откровениям, которые мне Господь показал именно из этого текста. Здесь речь идет, конечно, о Иерусалиме. И здесь мы видим обращение в женском роде, потому что Он говорит к Иерусалиму. Иерусалим – это город Ир на иврите в женском роде. Соответственно, обращение идет в женском роде. Но на самом деле, поскольку Бог не показал, Он сказал, вспомни о Иерусалиме. Иерусалиме, потому что Иерусалим тоже был в состоянии полного непонимания того, что происходило. Я понял, что эти слова ко мне. И я получил такое ободрение, вы знаете, я хочу этим ободрением с вами поделиться. Я знаю, что многие проходят сейчас точно так же, как я прохожу. Вы считаешь, как и многие церкви сейчас проходят. Где многие церкви больше не смогут открыться даже. По разным причинам. Я не говорю про российские церкви, я говорю про церкви в других странах. Потому что это большие церкви, это мега-церкви, где, конечно, больше 50 человек. Они не смогут больше собираться в таком количестве, как собирались раньше. Им придется все пересмотреть. Но, вы знаете, Бог верен. И Бог сказал, что отменит наказание. И, скорее всего, эти церкви откроются на каком-то этапе, но они должны будут пересмотреть свой подход. И когда-то было пророческое слово о том, что мега-церкви на какое-то время прекратят свое существование, потому что это было уже просто такое, ну, не Божье явление. И вот сейчас, как мы видим, что это пророчество сбывается. Но речь не об этом. Давайте перейдем к Исаии, 54 глава, 7 стиха. И вот эти слова, которые, вы знаете, когда я задал вам вопрос, как бы, Господь, ну как, как, что дальше? Почему нет этого прорыва? Почему церковь сейчас молчит? Почему мы сидим и ничего не можем сделать? Почему мы должны молиться по домам? Почему мы сидим онлайн? Почему мне уже можно обняться друг с другом, иметь общение? И когда я начал читать эту главу, я понял, что на самом деле это была какая-то встряска для церкви. Итак, 7 стих. «На малое время я оставил тебя, но с великою милостью воспряму тебя. В жару гнева я сокрыла тебя лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь». Я сейчас говорю, у меня сейчас прямо вот это присутствие. Вы знаете, когда Бог мне это сказал вчера, мне, наверное, можно было дальше не читать, но я все-таки продолжу саду, потому что я понял, что Господь дал мне ответ. Он сказал мне, я воспряму тебя великой милостью, воспряму тебя. И вы знаете, для меня это было ободрение. Я продолжу читать дальше, здесь написано. «Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя». Слышишь? Господь говорит тебе, Он поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя больше. Это говорит твой Бог, Бог богов, царь царей. Он говорит, горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. И завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Если ты до сегодняшнего дня думал, что ты в каком-то наказании, в проклятии, ты несешь на себе какое-то бремя, что Бог просто сводит с тобой счеты, послушай, что здесь написано. «Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. И завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Послушай, это очень важно, это для тебя. И дальше ты говоришь, почему у меня так все плохо, и он отвечает на твой вопрос. «Бедная, бросаемая мури, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров. Я сделаю окна твои из рубинов и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней». Ты слышишь? Не смотри на свою бедность сейчас. У Иерусалима не было стен, но здесь написано «Я положу камни твои на рубине». Написано, что ворота твои будут из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. Вспомните книгу «Откровение», там Иоанн видел эту картину. Он видел эту картину, там все точно так же. Бог делает все, что он обещал. Дальше написано. Ты думаешь, что у тебя какие-то проблемы с твоими детьми, и Бог отвечает на твои вопросы. Он говорит, что все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты слышишь? Все сыновья твои будут научены Господом, и будет великий мир, шалом, целостность будет у всех сыновей твоих. И дальше он говорит, что ты утвердишься правдой, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего. И от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Ты слышишь? Тебе бояться нечего, потому что ничего, никакой ужас не приблизится к тебе. Это слова тебе в твою жизнь сегодня. Вот будут вооружаться, написано, против тебя, но не от меня. И кто бы ни вооружился против тебя, падет. Если ты видишь сегодня окружение врагов вокруг себя, послушай, это слово к тебе. Всякий, кто вооружится против тебя, падет. Потому что это не от Господа. Написано, вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудия для своего дела, и я творю губитеры для истребления. Но ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешным. Ты слышишь? Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешным. И здесь Бог говорит к нам, и как к Иерусалиму, который Он воссоздал, и как к человеку, из-за которого Он отдал Сына Своего, и как церковь, которая является фактически тем же Иерусалимом, тем же городом, который Он создает для себя. И написано, и всякий язык, который будет состязаться с тобой в суде, ты обвинишь и дальше обетование. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь. Я когда прочитал вчера эти слова, я просто сидел и плакал. Я и сейчас утираю слезы, но я сидел и плакал, потому что эти слова были ответом на мою молитву, потому что я ничего не понимал, что происходит, что будет дальше. Все поменялось, весь мир поменялся. Но менялись очень многие вещи, которые вокруг нас. Я вижу просто людей, которые страдают сейчас. Я просто получил вот этот ответ. Бог здесь не называет никакие сроки. Но те, кому Он это говорит, Он говорит, чтобы мы увидели Его славу. И когда Он тогда это говорил, когда Иерусалим был в запустении, когда Он был разрушен, те, кто дождались, те, кто верили в Него, они увидели эту славу и исполнение всех Его личных пророчеств для них. И сегодня, вот глядя на наследие рабов Господа, которым Он это обещает, мы сегодня, глядя назад, видим, что все это осуществилось. Иерусалим снова столица мира. Если Он говорит это в нашу сторону, понимаете, это не было бы просто так написано, если бы это было просто по отношению к Иерусалиму. Мы говорим, что Слово Господне живо и действенно по сей день. И мы видим осуществление всех этих пророчеств сегодня, потому что ни одно слово Господа, это написано дальше, в 55 главе, не возвращается к Нему тщетно. И все, что Он тебе сказал через эти слова, через слова, которые Он будет высвобождать еще, Он все это осуществит. Бог обещает, Бог обещает и восстановит. Он обещает восстановить, приумножить и прославить нас в лучах Его славы. Так написано в Писании, Он говорит тех, кого возлюбил, тех оправдал, кого оправдал, телых и прославил, и уподобил сыну своим. Послушай, Он тебя любит. Он любит, и он написано, что Он не будет больше гневаться и не упомянет тебе твоих грехов. Забудь ты о своих грехах. Бог про них уже забыл. Бог говорит, что Он будет создавать. Никто не может затворить то, что Он отворяет, и никто не может отворить то, что Он закрыл. Бог закрывает все ненужные двери в твоей жизни. И Он открывает те двери, через которые в твою жизнь придет благословение. Он дает новое откровение и новое помазание через эти слова. Потому что мы видим, что тогда, когда все люди уже отчаялись, все разрушено, храма нет. Народ уведен в изгнание язычникам. Но все возвращается. Бог восстанавливает потерянные. Ты будешь очень удивлен, когда Бог даст в твою жизнь ресурсы, о которых ты даже не мечтал. Это будут ресурсы финансов, это будут ресурсы времени в освобождении. И об этом ты даже не задумывался никогда. Тебе станет даже страшно. Как тому рабу, которому дали всего один талант, и он просто закопал его в землю, потому что боялся, что не дай Бог с ним что-то случится. Ты такого никогда не видел, такого богатства. Но Бог даст тебе это, потому что Он знает, на что ты способен. Он это дал тебе, потому что Он знает, на что ты способен. И этот момент, сейчас-то сезон, когда мы должны просто научиться слушать Господа, чтобы мы поступили так, как Он хочет. Потому что именно для этого Он и дал нам. Мы должны поступить так, как поступил тот, которому было доверено пять талантов серебра. Потому что Бог доверил тебе это. И Он знает, что ты сможешь. Ты сможешь. Наша задача сегодня – это научиться слышать Господа. Научиться слышать Его голос, исследовать Его путями. Потому что если мы не будем этого делать сегодня, мы окажемся в ситуации того, у кого оказался один талант. Мы не сможем выполнить волю Божью. Сейчас Он говорит, я буду давать тебе направление, я буду давать тебе личные пророчества, я буду говорить тебе через Слово Мое, я буду говорить тебе через откровение Мое в молитве. Сегодня я прочитал в одном из пабликов «Молитва – это сила». Больше молитв – больше сил. Амин. Мы должны молиться. Мы должны выйти и просто поговорить с Ним. И вы знаете, что я могу вам сказать. Я об этом свидетельствовал уже на энкаунтере как-то. Я вырос без отца. Я не знаю, что такое отцовская любовь. Но на мне имя Господа. Меня зовут Авиэль. Авиэль в переводе обозначает «Мой Отец Бог». Мой Отец Бог. И ты знаешь, у меня имя такое написано в паспорте, а у тебя это имя написано и на твоем сердце. Твой Отец Бог. Он все может. Он все знает. Он от всего защитит. Он любящий Отец. Попробуй начать обращаться к Нему не Господь, не Господи, не Батюшка. А подойди к Нему и скажи, «Папа, у меня проблемы. Папа, я не понимаю. Папа, мне нужно то-то и то-то». Он любящий Отец. Он любящий Отец. Он знает все наши чаяния и нужды. Он просто ждет, когда он придет к Нему и скажет, «Папа, ты мой папа. Ты мой папа, и я знаю это. Я хочу, чтобы все знали, кто мой папа». И ты знаешь, в этот момент в твою жизнь начнут освобождаться пророчества и слова, которые будут тем самым оружием, которым ты сокрушишь дьявола. Потому что написано, что все, кто будет идти против тебя, падут, а дьявол хочет идти против тебя. Он не может идти против Бога. Он бессилен против Бога. Он идет против тебя. Написано, любое оружие, которое будет направлено против тебя, не устоит. Дьявол пришел, чтобы обвинить тебя в твоих грехах, но написано, любой язык, который будет говорить, против тебя в суде, ты обменишь. Никто не сможет противостоять Господу. Тебе нужно просто прийти к Нему, это твой папа. Как в детстве те, кто рос с отцом. Я не рос с отцом, я не знаю, что это такое. Но приходили и просили у него защиты, они знали, что папа защитит. Но я сегодня, будучи почти 50-летним человеком, знаю, что папа защитит. Потому что так было, так и есть. И так будет всегда. Я возвращаюсь к словам, которые написаны здесь. Написано, что горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя, говорит Господь в твою жизнь, милость моя не отступит от тебя. Это завет мира моего. Понимаешь? Мира, который Бог дарит тебе. И это Он говорит тебе, Он говорит, и так говорит, милующий тебя Господь. А милость не бывает за что-то, милость бывает просто так. Просто потому, что Он любит. Иисус пошел на крест просто потому, что Он тебя любит. И если мы не принимаем эту безграничную любовь от нашего Господа, если мы не в состоянии ее вместить в себя, что-то не так, где-то пробка, ее нужно убрать, ее нужно вырвать, эту пробку, нужно опустошить себя. Нужно опустошить себя до такой степени, чтобы Бог просто вливал эту любовь, и она там копилась, 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 а потом начала через край проливаться на других людей. И вот тут явится слава Божьей через нас. И все узнают, что твой Папа Бог. И тогда придут и возьмутся за полу, и скажут, мы с вами, потому что с вами Бог. Наша задача, еще раз говорю, научиться слышать Его голос, научиться слышать Его откровения, научиться слышать Его пророчества, ходить Его путями, выполнять Его волю. Если мы научимся Его слышать, мы будем выполнять Его волю, чтобы потом прийти в Его радость. Бог не испытывает наши способности, как я уже говорил, Он испытывает нашу веру. Эту веру мы с вами взращиваем. Эту веру мы с вами получаем. Эту веру мы с вами воспитываем в себе. Никто другой не может прийти и сказать, я дал тебе веру. Нет, веру нам дал Господь, как зерно горчичное. И мы будем ее взращивать в себе. И Бог ее испытает в один день. И сегодня наступает тот день, если ты будешь веровать в Господа Иисуса Христа, то тогда спасешься, ты и весь твой дом. Имейте веру Божью, говорит нам Иисус. Он знает, что говорит. Имейте веру Божью. Иерусалим вновь стал столицей своего народа. Он стал могущественным городом, неприступным городом. И этот город даже не могли некоторое время некоторые осадить. И Бог отворачивал от него целые армии врагов, которые, да, могли его взять. Вот так. Но он отворачивал. Потому что Иерусалим это город, который он избрал. Ты это человек, которого он избрал. И написано, ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешным. Как бы враг не старался, как бы дьявол не хотел что-то в твоей жизни разрушить, Бог сказал, твой папа сказал, не будет успешным. Потому что это не от него. что бы ни происходило вокруг, что бы ни происходило вокруг, твоя жизнь станет источником Божьей славы. Потому что так говорит Господь. Так говорит Господь. Вы знаете, у меня есть побуждение еще раз прочитать эти слова. Я хочу, чтобы мы еще раз обратились к этим словам. Послушайте, это очень важно. Я хочу, чтобы вы прониклись этим откровением, так как проникся и меня. И сейчас до сих пор. 7 стиха, 54 глава Исаии. На малое время я оставил тебя, но с великою милостью воспряму тебя. В жару гнева я скрыл от тебя лицо мое на время, но вечной милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня, как воды ноя. Я поклялся, что воды ноя не придут более на землю. Так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость твоя, милость моя, не отступит от тебя. И завет мира моего не поколеблется, говорит милующе тебя Господь. Бедная, бросаемая бурью безутешная, я положу камни твои на рубине, и сделаю основание твоих сапфиров, я сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдой, и будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудия для дела своего, и я творю губитеры для истребления, но ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешным. И всякий язык, который будет состязаться с тобой в суде, ты обвинешь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Это говорит твой Бог. Я хочу молиться сейчас за то, чтобы это откровение пришло в твою жизнь. Прямо сейчас. Чтобы ты принял его. Чтобы это помазание Нового Завета, который Бог сотворил с тобой, сотворив его с Давидом, пришло в твою жизнь. И в твоей жизни все поменялось, как поменялось в жизни Мерусалима, когда Бог сказал, что ни одно оружие не будет успешно. И что гневаться и больше он на тебя не будет и укорять тебя больше не будет. Будь благословен. Дорогой небесный отец, бабочка, я прошу тебя, прямо сейчас, приди духом святым своим, коснись, папа, каждого, кто сейчас находится в одиночестве, кто сейчас находится в недоумении, кто сейчас просто мечется и находится в безутешном состоянии. Господь, коснись каждого сердца, которое сейчас просто разорвано на части от каких-то неприятностей, которые произошли в жизни. От разводов, от измен, от того, что кто-то предал. Господь, это все оружие дьявола, и оно не сработает. Господь исцелить. Господь, коснись. Папа, я прошу тебя, так как ты коснулся меня шесть лет назад, когда я покаялся, когда ты пришел просто и начал обратно собирать мою абсолютно разрушенную жизнь, я прошу тебя, Господь, точно так же, как ты сделал это с Иерусалимом, как ты сделал с теми, кто исцелен тобой. Господь, сделай это с каждым человеком на этой планете. И с каждым, кто слушает сейчас этот эфир, Господь, я прошу тебя, коснись. И мы принимаем в согласии просто Твою милость, которая обновляется каждый день и благодаря которой мы живем. Господь, я прошу тебя, просто коснись каждого из нас сейчас. Дай нам понимание, что ты тот, кто милует нас, потому что просто любит отцовской любовью. Благодарим тебя, Иисус, ты великий Бог. Ты умер за нас, когда мы были еще грешниками. Просто для того, что мы просто не были укорены перед нашим небесным Отцом. Мы прославляем Твое великое святое имя, Иисус. Провозглашаем Его на каждого человека на этой планете, на каждого слушающего сейчас и молящегося во имя Твое. Благослови нас, Отец. Выведи нас из этого состояния непонимания, Господь. Введи нас в новый сезон. Сезон, когда ты испытаешь нашу веру, и мы будем найдены верными, как домостроители славы Твоей. Господь, благодарю Тебя за все, что Ты делаешь в нашей жизни, за все, что Ты делаешь в жизни всех членов нашей Церкви, за то, что Ты исправляешь свою Церковь и готовишь ее к своему пришествию. И мы видим, что это последнее время, и сейчас нужно быть мудрыми, как те девы. Господь, дай нам этой мудрости. Дай нам этого понимания, Господь, времен и сезонов. Благодарим Тебя, Отец, за это. Принимаем это во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогая Церковь, я очень вас люблю. Я жду, когда мы, наконец, встретимся с вами вместе в нашем помещении, пусть он пока еще не наше, но Господь усмотит. Мы увидимся с вами через неделю на пикнике. Я поздравляю вас сегодня. Кстати, я забыл сказать, сегодня День Иерусалима, день, когда этот город снова стал столицей своего народа в 67-м году, когда наша армия вошла в него и отвоевала его навечно. Теперь это единая и неделимая столица. Так же и наше сердце будет единой и неделимой столицей Иисуса Христа в нашем с вами теле. И там будет править один царь, и оно никогда не будет разделяемо войнами. И ни одно оружие сделанное против нашего сердца не будет успешным. Будьте благословены. Я вас очень люблю и жду на следующем служении. Принимайте благословение Аарона, которым Босса поведал благословлять всех сынов Израилевых, чтобы имя его было на них. Иисуса Христа Одна Панавелых, Иаэр Одна Панавелых, и Ехронеха, иясам Леха, Салом. Салом. В шем Иисус Амашиах, Мелых Исраил, Мелых Амелеки. Амен. Увидимся. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...